Уважаемые гости, компания Коддурлайн приветствует вас на нашем вебинаре. Благодарим вас за проявленный интерес и за уделенное нам время. Тема нашего сегодняшнего вебинара это, вы видите ее на экране, это НДФЛ, код вычета 620, рассматривать мы ее будем на примере ERP. Веду вебинар я, консультант-аналитика Геннесс Гардашева Галина. На экране вы видите наши контакты, то есть электронная почта, телефон и адрес сайта. На сайте размещено достаточно много интересной информации, приглашаем вас его посетить. И будем рады, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы нам их зададите. Мы будем рады ответить вам на вопросы, помочь, возможно, с какими-то другими сложностями. То есть любые работы, которые касаются семейства программы Геннесс. Хочу сразу попросить вас, чтобы мобильные телефоны выключили или перевели в беззвучный режим. Еще наша встреча записывается и немного позже будет выложена на сайте. Так что если у кого-то не будет возможности, например, досмотреть до конца или будет удобно посмотреть в другое время, то приглашаю вас на сайт посмотреть в записи, потом нашу встречу. Возможно, вас еще что-то заинтересует. Итак, переходим уже, так сказать, непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара. Программа вебинара вы видите на экране. То есть мы поговорим про отдельные справки, которые выдаются работникам по их запросам. Что такое код 620, почему он у нас возник, как тема встречи. Поговорим, правда, достаточно мимоходом про отражение субсидий за нерабочие дни и за связи с коронавирусными инфекциями. То есть это ситуация, которая в течение 2021 года у нас повторялась несколько раз, когда были объявлены рабочие дни и выходные, то есть подлежали оплате. Или какие субсидии могут получить организации, которые попадают под ковидное ограничение, как пострадавшие отрасли. Плюс, сейчас, наверное, самая такая обсуждаемая тема, это изменения по налогам, взносам, которые касаются ситуации с объединением фондов, пенсионного и соцстраха. Ну и, соответственно, про плюсы и минусы от принятых нововведений для бухгалтеров. То есть, как обычно, есть плюсы, а есть минусы для бухгалтеров. Чаще всего все нововведения – это увеличение либо трудоемкости, либо дополнительных каких-то необходимости выполнения каких-то дополнительных работ или отчетов. Итак, значит, как наша сегодняшняя встреча будет построена? Нормативные материалы я буду рассказывать и показывать слайды. То есть, для лучшего восприятия, у кого-то зрительная память лучше, у кого-то слуховая. Ну, мы будем нормативные материалы смотреть по слайдам и разбирать их. И плюс к этому мы будем с вами переключаться на конфигурацию 1С ERP. Вот сейчас я переключаюсь на конфигурацию. Вот вы видите на экране. Хочу сразу обратить ваше внимание, что обращаться к базе ERP мы будем на примере конфигурации. То есть, я вот сейчас вам показываю путь, где можно посмотреть, какой у вас релиз установлен и почему я на это обращаю внимание. То есть, вот у нас сведения про конфигурацию. Ну, и здесь уже технические параметры, то есть, где ваша база размещена и тонкости подключения. Почему я делаю на этом акцент? Потому что релизы ERP 2.5 и 2.4 достаточно сильно отличаются, но не функционалом, а, если можно так сказать, компоновкой. То есть, функциональность сохранена, но немножко по-разному сгруппирована. И получается, что одни и те же данные расположены в разных разделах. Поэтому я обращаю внимание, что мы будем смотреть на релизе 2.5, точнее 2.5.8. Еще почему важно, какой релиз вашей конфигурации, потому что 2.5.7, вот начиная с этого релиза 2.5.7, было достаточно много новшеств введено. И, соответственно, в основном они, конечно, касались производства, то есть, были объединены маршрутные карты и спецификации. Ну, в общем, короче, было достаточно много изменено в отношении производственного блока. Сейчас мы это с вами закрываем и возвращаемся снова к нашим слайдам. Значит, поговорим мы сначала про справки. Поскольку вы все знаете, что с прошлого года 6 НДФЛ у нас была видоизменена отчетность. И, соответственно, справки 2 НДФЛ теперь прилагаются к отчетной форме 6 НДФЛ. Как быть в ситуации, когда работник просит у работодателя выдать справку о доходах, например, за прошлый год? В этом случае введена новая форма отчетности. Называется она «Справка о доходах и суммах налогов физического лица» и имеет код КНД. Вы видите, он выделен красным шрифтом. То есть, это теперь отдельная форма, которую работодатели должны выдавать на руки работников. На самом деле, она очень похожа на предыдущую, то есть, которую выдавали до этих изменений. Действует она с 1 января прошлого года. Ну, соответственно, за 2021 год, ну, сейчас там за 2022 год. Отличия достаточно несущественные. Единственное, что в новую форму внесли, ну, соответственно, вот этот вот код 11.75.0.18. То есть, порядок оформления справки остался таким же. И, собственно, особых, кроме вот этого кода, особых изменений там не происходит. Почему у нас возник разговор про код вычета 620? Поскольку сейчас нововведений очень много, то есть, это и пересматриваются и размеры пособий, и много другой информации, то получается, что многие ситуации, которые возникают у работодателя, не имеют, например, присвоенных кодов. Соответственно, есть перечень кодов, которые устанавливают разные наименования вычетов, например. Ну, и, соответственно, они унифицированы и имеют коды. А вот код 620, когда мы указываем в справке 2НДФЛ, это обозначает, что применен вычет, который на данный момент еще не имеет собственного унифицированного номера. То есть, соответственно, возникает, слава богу, такая ситуация очень нечасто на данный момент, но поскольку изменений много, то вот про этот код вопросы возникают постоянно. И, соответственно, самый частый вопрос, когда он используется. То есть, это код вычета, такого же, например, как вычет на ребенка, на лечение и так далее. Но тот, который пока не имеет собственного, не имеет собственной идентификации. Соответственно, поскольку это вычет, то это уменьшение налоговой базы. Сейчас очень много онлайн-сервисов, то есть и у соцстраха, и у пенсионовой, и у налоговой. Соответственно, это все фонды и все фискальные органы, в которые организации подают свои отчеты и сведения. И возникает вопрос, а когда в этом случае нужно выдавать справку работнику, если теперь мы всю отчетность уже практически сдаем в электронном формате, и, допустим, тот же бывший пилотный проект прямой выплаты с ФСС тоже действует полностью в электронном виде. Ну, согласно налоговому кодексу, предприятия, как налоговый агент, обязаны выдать справку при увольнении работнику. Ну, соответственно, если к вам обращаются бывшие работники, в этом случае срок выдачи такой справки регламентирован. То есть это в течение трех рабочих дней с датой получения заявления. Вот здесь хочу обратить ваше внимание на словосочетание «получение заявления». То есть на самом деле, ну, скажем так, для того, чтобы обезопасить себя от каких-то конфликтных ситуаций с работниками, лучше всего не ограничиваться тем, что по телефону позвонил работник и сказал, быстренько мне тут организуйте справочку. Идеальный вариант – это взять с работника заявление, что прошу выдать мне то-то и то-то. В этом случае у вас, во-первых, будет подтверждающий документ, когда вам поступило такое обращение, ну, а во-вторых, кроме психологической, так сказать, дисциплинизации сотрудника, то у вас остается конкретное поручение, что именно работник хотел получить, чтобы потом не оказалось, что он у вас попросил справку, допустим, о заработке, а потом говорит, что вы ему не дали характеристику в Министерство финансов. Ну, соответственно, это не только работникам, это если у вас работали лица, которые, например, по гражданско-правовым договорам работали, ну, по каким-то другим основаниям, кроме трудового договора. Соответственно, когда заявление от работника брать не стоит, это когда он увольняется. То есть вы должны выдать ему расчет одновременно с справкой и с расчетным листочком. То есть в этом случае от него не обязательно требовать заявления на выдачу такой справки. Сама по себе справка, вот вы видите сейчас на слайдике, о, прошу прощения, перескочила. Значит, сама по себе справка, как видите, она практически без изменений, точно так же в ней указываются реквизиты организации, точно так же в ней указывается фамилия, имя, отчество, паспортные данные и так далее от самом работники, точно так же указывается ставка НДФЛ, по какой ставке это облагается. И дальше идет расшифровка, видите, точно так же коды доходов у нас 2000 или 2012, если это у нас отпускные. Ну и, соответственно, кодировка остается по доходам та же самая. А вот стандартные официальные имущественные налоговые выделены рамочкой. То есть здесь у нас будет стоять, например, код дохода 620 и будет указана сумма, то есть в суммарном выражении, сколько по этому коду будет сумма, которая вычитается из налогооблагаемой базы. Ну и пятая часть, то есть суммы доходов и расходов налогоплательщика тоже без изменений, так же, как указывалось и в первых и в более ранних вариантах этой справки. На что обратите внимание, это на подписи. То есть справку должен подписать руководитель организации, либо, если его полномочия кому-то делегированы, то, соответственно, на лицо, которое в доверенности указано. Раньше чаще всего справки подписывали, ну, справки, в этом случае, 2 МДФЛ подписывал главбух. То есть если у главбуха есть доверенность на подписание таких справок, сейчас это тоже можно, соответственно, будет подпись и фамилия главбуха. Ну, может быть, именно это делегировано какому-то другому специалисту. Когда может возникать какой-то еще код 620, то есть это, если немножко, ну, скажем так, упростить понимание, то код 620 это прочие вычеты, которые человек имел право получить. А теперь мы с вами поговорим немножечко о субсидиях, потому что субсидии, собственно говоря, напрямую тоже у нас относятся и к справкам и к полученным доходам нашими работниками. Значит, субсидии на самом деле на данный момент у нас, которые введены правительством, две. То есть на самом деле есть субсидии, которые оказывают государство, которые предоставляют государство бизнесу, связанные именно с нерабочими днями, с оплачиваемыми нерабочими днями. Ну, например, так, как у нас было в прошлом году с 30 октября по 7 ноября. То есть эти дни были объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы. В некоторых регионах этот период был больше. То есть в этом случае получается, что субсидии, которые налоговые перечисляют на расчетные счета организации, ну, естественно, надо подтвердить, что вы, во-первых, пострадавшие отрасли, имеете право на получение такой субсидии. Ну, и, собственно говоря, не забыть, как правильно отразить эти субсидии. Именно про субсидии мы сейчас говорим, а отразить в бухгалтерском учете и в налоговой отчетности. Если субсидия, например, у нас не строго целевого назначения, то есть не только для компенсации, например, заработной платы, а просто субсидия, выданная в связи с какими-то внешними событиями, то отражается, соответственно, в бухгалтерском учете. Обычно задействуется 86-й счет, то есть целевое финансирование. Значит, вот то, о чем я пару минут раньше рассказала, то есть когда у нас есть карантин и есть нерабочие оплачиваемые дни. То есть в этом случае у нас вместо одной субсидии получается две. То есть как на нерабочие дни, так и на период карантина. Но, во-первых, для каждого вида вот этой субсидии имеется свой список, то есть это список пострадавших от коронавирусной инспекции и, соответственно, у них разные порядки получения. Ну, например, коронавирусная субсидия положена только организациям, которые по АКВЭДу признаны, ну, попадают в пострадавшие. То есть включены в список, который официально выпущен правительством или местными локальными органами. Чаще всего это представители малого бизнеса, среднего бизнеса, ну, например, как это было с предприятиями общепита, фитнеса и так далее, которые действуют, которые не находятся в процессе ликвидации или банкротства. Еще один неприятный момент, который не имеет долга по страховым взносам и налогом более 3000 рублей, но, к сожалению, в период вот всяких этих ограничений этим могли похвастаться не слишком много компаний. Ну, соответственно, ведет деятельность по тому АКВЭД, который признан пострадавшим и входит в реестр малого и среднего предпринимательства, малого и среднего бизнеса. Вот здесь тоже хочу заострить ваше внимание, что когда вы какие-то готовите документы для получения субсидий или каких-то еще выплат из бюджета, обязательно проверяйте, не исключено ли ваше предприятие из реестра МСП, то есть малого и среднего предпринимательства. То есть данные о том, что ваше предприятие относится именно к этой категории, и там должны быть актуальны. Ну и, соответственно, что вы ведете деятельность именно по этому АКВЭДу, а не, например, вместо оказания услуг по фитнес-обслуживанию вы осуществляете полеты в космос. Таким образом, здесь нужно очень четко проверять, относитесь ли вы к этому, есть ли у вас какая конкретно субсидия, то есть целевое финансирование, подо что, и, соответственно, требования, которые предъявляет налоговая, то есть это уже можно уточнять с вашей конкретной налоговой инспекции на сайте в кабинете налогоплательщиков и так далее. Ну и, собственно говоря, сейчас мы с вами переключимся в демо-версию и посмотрим, как это можно сделать на примере ERP-конфигурации. Мы переключаемся с вами, и, значит, что нас здесь интересует? То есть нас интересует один очень интересный аспект. То есть, ну, все, кто работает с ERP-конфигурации, знают, что, например, вот если мы переходим в раздел регламентированный учет, у нас здесь есть подраздел 1С отчетность, и, соответственно, кроме как таковых регламентированных отчетов, у нас есть возможность обмениваться с налоговой, получать от них уведомления, сообщения, и посылать им именно свои заявления, которые связаны вот со всеми этими ограничениями и тонкостями. И обратите внимание, здесь у нас идут письма, сверки, игрол и личные кабинеты. Если мы переключимся вот в этот подраздел, то есть регламентированные отчеты, к сожалению, не так быстро, как я рассказываю, это происходит переключение. Ну, собственно говоря, смысл в чем? Что верхняя панель меню, как вы видите, включает те же самые пункты, то есть можно выходить и из этого режима в нужные пункты, и из общего списка через регламентированный учет. Почему я сразу перешла сюда? Потому что, ну, во-первых, так, сейчас я пока закрою вот эту вот рекламку, 1С отчетность, прямо через интернет, на самом деле интересный очень сервис, пару слов я про него чуть позже скажу. То есть мы через уведомления, через, допустим, какие-то письма, обмен и личные кабинеты. То есть больше всего мне хотелось показать вам личные кабинеты, потому что сейчас при прямых выплатах СФСС, при электронных больничных листках, то есть, как вы знаете, с этого года больничные листки только в электронном виде выпускаются, и, соответственно, сразу можно их посмотреть на сайте соцстраха. Та же самая история с личными кабинетами. То есть, видите, есть личный кабинет юрлица, личный кабинет налогоплательщика, ФСС личный кабинет, это общие вопросы, и ФСС личный кабинет электронные листки нетрудоспособности. И особое внимание хочу обратить на статистику, потому что с этого года за какие-то косяки, скажем так, при сдаче отчетности в статистику, то есть, если вы не сдали, не сдали вовремя или что-то еще, предусмотрены достаточно большие штрафы от 70 до 100 тысяч рублей. Поэтому лучше все-таки это сделать заранее, настроить доступ к этим организациям. И в некоторых случаях для работы с ФСС, то есть для создания личного кабинета, может потребоваться ваше заявление, которое нужно либо передать по электронным каналам связи, либо отнести лично в соцстрах, в ваше отделение соцстраха. Ну, переходится здесь достаточно легко, то есть вот я нажимаю, видите, сейчас у меня откроется окошко, это я уже перехожу в личный кабинет, конкретно налоговая инспекция, можно войти по записи в госуслугах, можно по логину и паролю, ну, то есть в зависимости от того, как вы там авторизуетесь. Очень удобная вещь, потому что более оперативно можно получить все данные. Итак, вернемся снова к нашим слайдикам. И теперь поговорим про то, что сейчас у всех, наверное, на слуху. Многие очень информационные ресурсы писали про это подробно. Многое, это и гарант, и консультант, и астрал, то есть у многих банков есть на их страничках информация по этому поводу. То есть анонсировано, что с 1 января 2023 года у нас будет объединены пенсионные фонды соцстрах в единый фонд. Чем-то это будет напоминать бывший, достаточно давно уже, правда, бывший налог ЕСН. То есть когда мы платили все взносы в один фонд, ну, естественно, у него будут больше индивидуальных, так сказать, особенностей. И сейчас очень много пишут, что с 1 января следующего года, во-первых, устанавливается единый тариф, ну, и дальше достаточно много информации. Вот сейчас мы про это поговорим, потому что поговорим более подробно, потому что на самом деле это затронет практически все организации. Ну, во-первых, как я уже сказала, это будет действовать единый тариф на уплату взносов, то есть, соответственно, делается единая база взносов и для пенсионных начислений, и для страховых фондов. Ну, и, собственно говоря, предполагается, что объединение фондов упростит контакты как физических лиц с этими организациями, ну, так и для бизнеса. Сейчас у нас взносы начисляются на три базы. У них разные, как бы, разные годовые размеры зарплаты, на которые начисляются взносы, разные тарифные ставки, разные, ну, разные особенности. И разные даты отчетности, естественно. То есть, вы видите на экране тарифы, которые сейчас у нас применяются, ну, в принципе, это как бы практически уже все знают и достаточно давно. Единственная изменяемая величина – это предельная база, предельная величина базы для начисления взносов. То есть, в этом году, в 22-м, она была полтора миллиона рублей для всех работников. Обратите внимание, и по трудовым договорам, и по гражданско-правовым договорам для пенсионного фонда. То есть, в этом случае брался, ну, как бы, единый фонд. ФСС мы брали только для работников по трудовым договорам. То есть, договора гражданско-правового характера не включались в базу. Ну, и дальше, соответственно, поскольку в разных базах разные правила учета итоговых сумм, то разные налоги начислены. Ну, в общем-то, это более трудоемкий был процесс. Также с будущего года, то есть, с 1 января, кроме установления единой базы для начисления налогов, будет единый тариф. Ну, то есть, на все виды страхования планируется, что будет установлено 30%. Ну, и, соответственно, это сейчас просто арифметика. То есть, плюсуется пенсионный фонд, сострах, медстрах. И 15,1% на суммы, превышающие предельные базы. То есть, на самом деле, сейчас это равно действующим тарифам. И плюс к этому, по прогнозам на 2023 год будет увеличена предельная сумма, и она составит 1,6 миллионов рублей. Ну, то есть, будет увеличена. Для индивидуальных предпринимателей, если у них нет сотрудников, ничего пока не изменяется. Ну, это, опять же, по состоянию на середину августа 2022 года планируется, что будет установлено 45 842 рубля. Это фиксированный взнос на 2023 год. Если итоговый доход предпринимателя не превышает 300 тысяч рублей. Если будет превышение этого порога, то дополнительный взнос 1%, как и сейчас. То есть, здесь пока ничего не меняется. Вопрос в другом, будет ли изменена эта сумма уже к началу именно года, или все-таки это будут какие-то внесены изменения, и эту сумму увеличат. Потому что, к сожалению, уменьшение у нас, ну, уменьшение взносов происходит очень-очень нечасто. Плюсы и минусы. Что мы от этого, как практики, получаем, что мы от этого, наоборот, теряем? Ну, для работодателей это, собственно говоря, конечно, есть плюс в том, что унифицируется, вот приводится к единому знаменателю, разнобой в базах обложения, в том, кому, куда. Это, конечно, плюс, но не сказать, чтобы такой плюс, который бы затмил все остальное. А вот минусы более существенные. То есть минусы, это мы должны будем выплачивать взносы и на договорников, то есть на ГПХ. То, что изменяется срок перечисления взноса в бюджет, то сейчас они у нас что-то есть там, допустим, до 20 числа, что-то до 25, что-то до 28, но это уже попри были, то планируется, что они будут перечисляться все до 25 числа следующего месяца. Плюс к этому вводится единый налоговый счет для уплаты налогов, единый налоговый платеж, единым налоговым платежом. Вот это, конечно, хороший плюс, потому что не нужно будет разбивать по фондам платежки, ну, типа платить в одну и в другую. Особенно если это предприятие имеет обособленные подразделения, то, конечно, это гораздо проще единый налоговый платеж проводить. Но это чисто техническая сторона вопроса. А с другой стороны, для того, чтобы проводить единый налоговый платеж, организация должна будет подавать сведения для разбиения по счетам. И, соответственно, это дополнительные, составление дополнительных уведомлений, которые должны направляться за 5 дней до срока платежа, должны направляться уведомления. То есть это, в общем-то, дополнительная бумажная нагрузка на бухгалтеров или на расчетчиков, то есть на специалистов, которые занимаются платежами. Ну и, соответственно, в этом случае, кроме того, что единый налоговый платеж будет требовать заявлений, еще один, вот это вот уже плюсик, наверное, для всех будет существенный, что если вы по какой-то причине попали под штрафы, то есть вы что-то не вовремя заплатили или что-то не подали, то в этом случае штраф, если вы платите раньше, то есть в течение 10 дней, обычно уплата штрафа в течение 20 дней после получения требования, то здесь, если в течение 10 дней вы его заплатите, то ситуация будет аналогично тому, как сейчас платятся штрафы в ГАИ, то есть у вас будет скидка 50%, что, в общем-то, достаточно существенно и приятно. Еще один момент, что же все-таки у нас коснется льгот по взносам в связи с этими всеми изменениями, то есть с объединением фондов, с единым налоговым платежом. Какие льготы у нас сохранятся, а какие нет? Ну, во-первых, предполагается, что все льготные категории страхователей теперь будут делиться на три группы. То есть первая группа – это малые и средние предприятия, а также резиденты Сколково. Для них будет установлен тариф 15%, если выплаты, превышающие МРОД. То есть, соответственно, МРОД, и вот уже превышение над ним по 15%. Это льгота, действия льготной ставки не планируется ограничивать по времени. Обратите внимание, здесь опять присутствует термин «малые и средние предприятия», то есть это необходимо проверять, что ваше предприятие в реестре предприятий МСП фигурирует. Вторая группа – это участники территории опережающего социально-экономического развития. То есть это у нас Владивосток, резиденты колени в Калининграде, на Акурилах, либо компании IT области. То есть это разработчики электронной продукции, программисты и так далее. Для них планируется установить вообще пониженный тариф 7,6%. То есть сейчас у нас резиденты Калининградской зоны имеют пониженные тарифы. Ну, соответственно, IT-компании тоже. А здесь будет предполагаться, что необязательно резиденты могут использовать дополнительные льготы. Ну и, наконец, третья группа льготников – это компании, которые будут осуществлять выплаты членам экипажа судов. То есть у них будет нулевой срок, нулевой тариф, но обратите внимание, только до 2027 года. То есть не на неограниченное время, а на фиксированный промежуток. Что произойдет с отчетностью? Точнее, что планируется с отчетностью после объединения фондов? Значит, вы видите на экране список, вот он у нас, тех отчетов, которые будут отменены, в том числе и 4 ФСС. То есть вместо этих всех форм будет введена единая форма, в которой будут указываться сведения, которые сейчас размазаны по этим 5 отчетам. Во многих отчетах сведения повторяются. Значит, новая единая форма сведений должна будет состоять из нескольких частей, вот тут обратите внимание, которые требуются направлять в фонд с разной периодичностью. То есть за место 4 ФСС нужно будет сдавать отчетность до 20 числа. Информацию, которую мы раньше заполняли в СЗВТД при приеме на работу при увольнении, так же, как и сейчас, нужно будет отправлять не позднее следующего рабочего дня после подписания трудового договора. Остальные кадровые изменения, то есть, например, перемещение между обособленными предприятиями, присвоение другой должности с изменением оплаты, вот все такие данные по кадрам нужно будет сдавать до 20 числа следующего месяца. И, соответственно, для РСВ в налоговую службу тоже сроки изменяются, и нужно будет его сдавать до 20 числа следующего месяца. Обратите внимание еще вот на что. То есть, если в РСВ будут какие-то недостоверные сведения, в этом случае штрафные санкции будут применены к организации или КП, 500 рублей за каждое застрахованное лицо, плюс повышается сразу штраф за просрочку сдачи отчета более чем на 5 рабочих дней. То есть, будет не только недостоверное сведение, но и просроченный отчет. То есть, соответственно, дата предоставления независимых с правилами при этом учитываться не будет. Хочу еще обратить ваше внимание на то, что в начале года было принято письмо, было принято письмо Минфина, ФНС, совместное творчество наших фискальных органов, о ситуациях, когда отчетность предоставленная в какие-то бюджетные или небюджетные фонды может быть признана непредоставленной. Есть целый список ситуаций, когда налоговики или фонды посчитают, что это непредоставленная информация. Значит, это ситуации, когда отчетность или какие-то другие данные подписаны лицом, у которого либо не имеется полномочий, либо подполномочия не подтверждены, либо не внесены в игрю. То есть, например, руководитель сменил фамилию, руководитель умер, руководитель дисквалифицирован, а отчетность, например, подписана его электронной цифровой подписью в период, когда действовало ограничение, когда он еще был дисквалифицирован. В этом случае есть целый перечень показателей, по которым налоговики могут признать отчетность непредоставленной. Но в нашем случае это не только налоговики, это могут быть и фонды. И, значит, соответственно, несмотря на то, что вы отправили все необходимые отчеты, данные, например, по ТКС, то есть через оператора, налоговая приняла ваш отчет и приняла его в обработку, вы можете там, например, через месяц получить уведомление, что вам не сдана отчетность там за такой-то период. Ну и, соответственно, какая отчетность. Это значит, что при камеральной проверке фискальные органы выявили какой-то из этих признаков и, соответственно, для вас включается механизм, когда первое – это штраф за несвоевременную отчетность, второе – это штраф за недостоверные данные, ну и там дальше уже в зависимости от того, что у вас было по отчету, то пойдут пени, недоинка и все. Ну, то есть полный комплект. Поэтому именно на своевременное изменение сведений в EGRU нужно обращать особенное внимание. Сейчас мы с вами снова переключимся на демо-базу. Вот, переключаемся мы с вами на демо-базу. И я хочу немножко остановиться на режиме 1С-отчетность, то, что у нас выпадало в качестве рекламки, то есть дополнительная обработка 1С-отчетность, когда обмен происходит, минуя операторов, то есть без третьего лица напрямую с налоговой инспекцией. В этом случае у нас получается, что из конфигурации 1С настраивается обмен напрямую с налоговыми органами, то есть, так сказать, с одного почтового ящика в другой почтовый ящик, минуя третье лицо, то есть минуя трансфер. Это дополнительная обработка. Сейчас мы с вами переключимся вот в этот раздел, то есть регламентированный учет. Вот, то есть 1С-отчетность, это у нас дополнительная обработка, которая доступна пользователям, которые подписаны на ЭТС-ПРОФ. Для пользователей, которые подписаны на ЭТС-Техно, эта доработка тоже доступна, так же, как и, например, проверка контрагентов, но уже за дополнительные деньги на самом деле не очень крупные, потому что, например, проверка контрагента, подписка на год на этот сервис стоит порядка 4800 рублей. Ну, то же самое можно сказать и про 1С-отчетность. Чем этот сервис удобнее того, что применяется сейчас многими, то есть без оператора ТКС? Тем, что, во-первых, это происходит быстрее, во-вторых, вы застрахованы от, например, сбоев чисто в работе техники, то есть тех же серверов, отсутствие интернета, ну, короче, от технических сложностей. Ну, и плюс меняется на пол шажка, если можно так сказать, сам алгоритм. То есть, если раньше вы формировали файл, выгружали его в промежуточный какой-то каталог и уже оттуда направляли, подтягивали в электронную, ну, то есть к оператору, то есть, например, СБИС или Астралотчетность, или Контур, и уже именно оператор отправлял в налоговую инспекцию конкретные ваши файлы, то здесь эта ступенчика минуется и напрямую уходит в налоговую. То есть, с одной стороны, это более быстро, с другой стороны, это может быть критично, если вы работаете конкретно вот с уведомлениями и сообщениями, то есть, если у вас налоговая, вы, ну, какие-то применила санкции, признала вашу отчетность непринятой, то есть, естественно, чем быстрее ты это увидишь, тем больше времени на ответы на реакцию. И поговорить я с вами хотела, собственно говоря, вот об сообщениях контролирующих органов, вот об этом пункте. То есть, кроме обычных писем, то есть, когда вы пишете письмо, прикрепляете к нему какой-то файлик и так далее, можно воспользоваться вот таким вот сервисом. сообщения в контролирующие органы и здесь, то есть, если, например, вам часто приходится обмениваться какими-то данными, вы можете, ну, во-первых, выбрать конкретный какой-то пункт. Ну, например, вы хотите переход на ОСН, например, на другую форму вместо 6% в 15% или прекращаете деятельность по ОСН, выпали, например, по каким-то лимитам. Ну, то есть, видите, достаточно удобный сервис. И еще я хотела бы вернуться немножечко назад. И, собственно, тема, с которой мы начинали сегодняшнюю встречу, это справки 2НДФЛ. То есть, мы с вами их посмотрели на слайдиках, посмотрели, как это выглядит, а теперь где же это в программе находится. То есть, если регламентированный учет у нас содержит в основном все, что связано с декларациями, с налогами, то это, ну, если можно так сказать, внутренний документ, который связан с зарплатой. И находится он, соответственно, в разделе зарплата. И обратите внимание, в подразделах, то есть у нас есть подраздел отчетности справки. В основном здесь есть справка 2НДФЛ, но это для передачи в налоговый орган от организации, которая выступает в качестве налогового агента. А для того, чтобы сформировать справку для работника, у нас есть вот другой раздел справки с сотрудником. И, соответственно, из этого подраздела мы уже можем выбирать, вот видите, справки о доходах 2НДФЛ. То есть, соответственно, из этого мы переходим в общий журнал. Здесь должны быть отражены справки, которые вы уже выдавали, но в моем случае у нас демо-база, мы таких справок не делали. Значит, соответственно, используя кнопочку создать, мы можем перейти непосредственно в режим создания такой справки. и, в общем-то, если этот сотрудник работал в тот период, когда вы ввели зарплату в этой конфигурации, в этой базе, то, соответственно, у вас должно сформироваться автоматически, подтянуться его сведения. Ну, к сожалению, вот он. Ну, здесь принципы те же самые, которые были и при более ранних составлениях отчетности, то есть мы выбираем сотрудника из справочника физических лиц и, собственно говоря, выбираем закладочку, это ставка подоходного налога, по которой мы обкладываем, то есть, например, обычная зарплата, или дивиденды, или материальная выгода, ну, то есть, соответственно, выбираем. И обратите внимание, формировать справочку либо сводно, либо в разрезе АКТМО и КПП. То есть, если у вас есть обособленные подразделения, то на это нужно будет обратить внимание. Нужна человеку справка по каждому отдельному территориальному подразделению или его устроит общее, когда, ну, то есть, сводный формат. Суммы доходов, суммы облагаемых доходов, ну, соответственно, это должно подтянуться из программы, но если не подтягиваться, то это можно внести и руками. И, соответственно, что было зачтено, что было уплачено, если были какие-то излишне удержанные суммы, то, соответственно, они должны быть здесь. И обратите внимание еще на печатную форму. Видите, программа умная, то есть она пишет, что извините, обнаружены ошибки, независимо от того, хочу просто показать пример или на самом деле я ошиблась, она мне не даст так право. Продолжать неправильно. Нет, мы не будем продолжать неправильно. И еще на что хочу обратить внимание, то есть про подписи я уже говорила, то есть подписи, если мы разворачиваем вот нижний раздел, то здесь у нас видно, какая должность, кто подписал, и, ну, соответственно, вся информация. Телефон обязательно должен быть указан. и уведомление на предоставление вычетов, то есть обоснование. Соответственно, если вы предоставляете какие-то стандартные вычеты, у вас должно быть заявление, должен быть какой-то подтверждающий документ, ну, соответственно, с реквизитами, дата, номер и так далее. И вы должны это все внести в программу, здесь это будет видно. Так, теперь мы сейчас здесь пока закроем. нет, мы не хотим внести изменения, мы хотим посмотреть другой раздел. То есть, соответственно, отчетность для выдачи сотрудникам справочки у нас будут вот находиться в подразделе справки и сотрудники. и что еще необходимо помнить, что у нас в этом же разделе также, в принципе, как и в каждом большинстве других разделов, у нас начинается все с каких-то передачи, то есть это могут быть начисления, удержания, расчеты, отчеты, то есть в разделе отчеты по заработной плате, кроме вот этих что справки, которые мы выдаем сотрудников, у нас есть достаточно большой список отчетов, которые мы можем предоставлять в какие-то другие органы. Это касается как самого НДФЛ, так и некоторых других вещей. Ну и раз мы с вами заговорили про отчетность, еще раз хочу вам напомнить, что не забывайте про статистику, потому что штрафы сейчас стали большие, причем не только за официальную отчетность, например, баланс, еще что-то, но и за предоставлением таких вот дополнительных сведений, еще что-то статистических форм, потому что мы привыкли, что статистика кругается и хорошо, никто за это меня штрафует, то есть сейчас ситуация в корне изменилась. Точно так же, как и отчетность по бухгалтерскому учету, то есть если раньше за несдачу баланса мы могли заплатить например 500 рублей, то сейчас эти штрафы выросли в разы, если предприятие не подлежит обязательному аудиту, просто несвоевременно сдало баланс, то штрафы могут быть до 100 тысяч, а вот если предприятие подлежит обязательному аудиту и не сдало своевременно, вот в этом случае штрафы могут быть уже от 100 до 300 тысяч рублей. Вот слава богу открылся наш раздел с отчетами, то есть здесь есть как широко применяемый ну например расчетный листок теоретически он должен выдаваться сотрудникам одновременно с перечислением зарплаты и так далее соответственно журнал учета исполнительных документов потому что по ним часто сдается отчетность о судебном приставам в исполнении исполнительных листов и так далее также расчеты по налогам то есть в основном это удержанный или рассчитанный НДФЛ ну и соответственно проверка новой формы 6 НДФЛ которые действуют с этого года ну и некоторые отчеты которые касаются уже больше наверное финансово-управленческой деятельности если можно так сказать то есть практически все отчеты которые были в предыдущих релизах у нас сохранены и они находятся либо здесь либо в меню регламентированный отчет регламентированный отчет и так далее здесь уже у нас перечислены те формы которые мы чаще всего используем так на этом мы это сейчас позакрываем чтобы оно нам не мешалось и собственно еще один момент который мне хотелось бы вам показать и рассказать это касается НСИ и администрирования то есть поскольку мы с вами говорили про отчетность по НДФЛ это у нас зарплатный блок и соответственно раздел НСИ то есть нормативно-справочная информация и администрирование у нас состоит вот вторая колоночка здесь у нас есть подразделы зарплаты подразделы кадров то есть в разделе НСИ мы включаем или активируем применение каких-то блоков то есть в отношении кадров если мы по кадровому учету хотим что-то проверить или уточнить нужно проверить во-первых это используем ли мы эту программу для расчетов по заработной плате второе что здесь может быть использована интеграция с порталом работа в России то есть когда прием увольнения сотрудников подачу там например вакансий регистрируете через этот режим через этот ресурс ну и соответственно уже технически используются ли у вас неполные рабочие дни подработки оплата там например за совмещение обратите внимание вот на вот этот пункт заполняйте стдр всеми мероприятиями до 2020 года ну либо не ставить флажок и его не использовать как только мы проставляем где-то флажок то есть так называемый чекбокс то в этом случае у нас либо активируется либо наоборот становится недоступным какой-то блок аналитики отчетов ну и соответственно мы не можем его полностью использовать и еще один момент который я хотела на который хотела обратить внимание когда мы с вами говорили про субсидии по коронавирусу и субсидии по рабочим дням то есть здесь вот у нас есть вот такая отмечка используется работа с коронавирусом то есть если ваше предприятие имеет какое-то отношение к медицине то есть медицинская организация или что-то еще то вы ставите здесь флажок и выбираете что конкретно относится к вашей ситуации то есть если у вас медицинская организация или у вас организация соц. обслуживания вы ставите флажок и у вас активируется дополнительный блок для работы с этой информацией это мы с вами посмотрели по кадрам и по заработной плате то есть первое что вы делаете когда начинаете работать с этой программой ну видите вот флажок про нерабочие дни которые мы должны оплачивать то есть это касалось прошлого периода ну соответственно как-то есть такое подозрение что нам еще придется столкнуться с этими ограничениями с такой же ситуации ну и соответственно самые основные настройки которые касаются и зарплаты и остальное это вот сосредоточено здесь настройка состава начислений и удержаний то есть соответственно мы должны проставить чекбоксы там где мы это будем использовать и вот договора гражданского правового характера то есть если вы здесь ставите чекбоксы и дальше выбираете варианты сотрудничества то это можно рассматривать как работу с посторонними контрагентами либо как расчеты по оплате труда то есть соответственно пройти и просмотреть все сведения которые касаются вашей ситуации первое вашей учетной политики и соответственно текущие изменения которые были приняты и к сожалению анонсируются еще и дальше дополнительные формы как это называют формы поддержки ну и соответственно отчеты за эту поддержку ну собственно говоря основное что касалось темы нашей сегодняшней встречи мы с вами уже проговорили хочу вернуться снова к титульному нашему листу показать вам координаты по которым вы можете с нами связаться то есть электронная почта телефон и сайт так что приглашаем вас к дальнейшему сотрудничеству будем очень рады оказать вам любую помощь которая связана с программами 1С то есть это и продажи и внедрения и какие-то разработки ну то есть весь спектр услуг которые связаны с семейством программ 1С на этом компания Кодерлайн благодарит вас за потраченное на нас время благодарит за уделенное внимание ждем ваших писем вопросов всего доброго вам спасибо спасибо Продолжение следует...